Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель. И пока, как вы видите, у меня опять идет ремонт. Устраняю я последствия залива. И хочу вам записать такое одно полезное видео. Этот совет мне прислал Камрад из Краснодара. Сам он захотел остаться анонимным, но попросил его так называть. Огромное тебе спасибо за то, что поделился со мной этим советом. А я, соответственно, делюсь с вами, с моими зрителями, подписчиками. Вот совет этот по поиску перспективных интересных мест, разных урочищ, где раньше жили люди. И где, соответственно, можно найти какие-нибудь интересные артефакты. Как вы видели в названии, этот совет будет по поиску таких вот старых поселений по пятнам на полях. Совет этот пойдет на область Краснодарского края, где-то, да, Кубани. Соответственно, там немножечко все по-другому, чем у нас. Потому что хаты у них строились из самана, из глины. Это смесь с камышом, с соломой. И поэтому от разрушения этих хат пятна остаются светлые на полях. Очень ярко заметные. Белые пятна на полях остаются, потому что строили хаты из самана. Саман – это смесь глины, соломы, камыша и лошадиного навоза. Деревьев в этой местности мало, а глины много. Поэтому и строили хаты таким способом. Вот пример кубанской казачьей хаты. Хата – это постройка, которая начинается сразу на земле, без фундамента. Крыш таких хат крыли соломой или камышом. Пол в хате был земляной, землю смазывали глиной. Построенную хату белили известью или мелом, снаружи и внутри. Подобным технологиям могут позавидовать и современные строители. Так как в саманной хате летом прохладно, а зимой в ней тепло. И для отапливания ее требуется совсем немного дров. Вот поэтому и при разрушении подобных построек, естественно, остаются светлые пятна на полях. Вот про это мне Камрад рассказал и, соответственно, прислал мне несколько примеров. Давайте их разберем. Итак, ребята, рассмотрим первый пример. Первый пример – это у нас будет вот здесь вот поселение. Поселок был из таких вот хат. Как мы видим, отчетливо видны места, где они были расположены, двумя рядами и между ними улица. Здесь было довольно-таки большое поселение и даже видим несколько улиц. Сейчас мы находимся в интерфейсе программы Google Earth. Сейчас я вам подниму, посмотрим. Вот планета Земля, да? Google планета Земля. Забейте ее, кто не пользуется. Поставьте. Очень полезная программа. Зачем она нам нужна будет? Потому что в ней, вот нажимая на эту кнопочку, видите, с часиками и зеленой стрелочкой, мы вызываем вот такой вот ползунок. Этот ползунок нам позволит перемещать в хронологическом порядке, перемещаться как бы, ну, можно сказать, в прошлое перемещаться, да? И смотреть снимки, которые были сделаны здесь, пролетая спутником, в разное время. Зачем это нам нужно? Для того, чтобы лучше определить место и увидеть более точно, как располагались хаты, да, строения, хутора. Смотрите, вот здесь вот, видите, спутник, когда пролетал, то эта территория была заросшая. Какими-то посевами. А здесь вот покошено. Лучше всего эти пятна видны, естественно, на пашне или на покосах. На траве не видно. Перемещая по хронологическом порядке, да, мы попадаем на снимки, которые сделал спутник в другое время. И, возможно, он попадал, когда здесь было, как вы видите, наоборот, здесь вот трава, а здесь у нас пашня. И поэтому мы видим, что и на этой части все равно продолжались хаты, продолжались улицы. Перемещаемся еще. Вот, опять же, здесь видны, здесь видны. Еще перемещаемся. И теперь практически везде видны, где были строения. Так что планета Земля нам очень пригодится. Установите ее, и она нам еще не раз поможет в поиске перспективных мест. Именно благодаря своему вот этому вот интерфейсу, да, возможности вызвать ползунок и посмотреть, какие были сделаны здесь разные снимки в одном и том же местности. В одну и ту же местность мы перемещаемся. Получается, в разные, бывает, попадают времена года. И поэтому мы видим все пятна, как они располагались. Так, давайте переместимся. Вот мы переместились на сайт. Это место.ру. Тоже добавляйте его, если вы еще не в курсе. И сейчас у меня вызвана карта РКК окрестности Краснодара 1 километр. Вот мы видим, что это то самое место обозначено. И здесь у нас был Красно-Матвеевский населенный пункт. Ну, то ли поселок Красно-Матвеевский, довольно-таки большой. Но это мы и видим по планете Земля, да, по гугловским картам. То, что поселок был громадный, потому что улицы здесь, здесь располагались здесь. То есть, хат много. Вот вам один пример. Поиска по пятнам урочищ. Итак, второй пример, ребята. Опять мы в интерфейсе программы Google Earth. Планета Земля, извините за мой английский. Так, подъезжаем вот к этому месту. И как мы видим, не особо-то видно. Ну, просто я уже знаю, есть только небольшие очертания, да. Опять же, перемещаем ползунок. И вот нам становится уже лучше видно. Здесь был один большой поселок, с одной, видимо, улицей. Длинной достаточно. Сейчас мы посмотрим. Может быть где-то... Вот, вы видите, это зимний снимок. Ну, либо осень, как мне кажется, снег еще. И довольно-таки плохо видно на снимках. А вот на этом снимке 2014 года отлично видно. Вот здесь вот располагалась улица. И, соответственно, хаты были с двух сторон. Перемещаемся на сайт, это место.ру. Вот оно, это место выбрано мною. Опять же, та самая карта РКК, один километр. И видим, что здесь был поселок Родионов. Вот такой второй пример. Со слов комрада из Краснодара, вот по картам можно ориентироваться, да, по старым урочам. Но, соответственно, надо искать место. Не всегда они совпадают. Да, есть разброс какой-то, ну, погрешность у карты, сколько-то метров. А вот по таким местам, по пятнам, мы идеально попадаем в точку. То есть здесь мы видим, где точно располагались хаты и где была улица. Ну что, ребята, как вы видели, все наглядно, довольно-таки просто, да. Единственное, что, конечно, надо полазить по картам. Дело в том, что еще спутник пролетал уже на большой территории. И всю территорию надо в разных снимках, да, в разные периоды прошудировать. Но зато можно найти какой-нибудь небитый хутор, реально. Вот, у нас все немножко по-другому. Где избы строились из древесины, из бревен, соответственно, там немножечко по-другому. И почва у нас глинистая, да, соответственно, коричневом пахотном поле у нас ищут темные пятна. Темные пятна, которые оставляют культурный слой, да, ну, где что-то постоянно перепахивали, удобряли. Эти пятна, они более темные. Наоборот, ищут не светлые пятна, а темные. Ну, соответственно, в следующий раз я постараюсь подыскать материал с примерами и сниму еще один ролик. Вот. Также отписываемся в комментариях, ребята. Если вы пользуетесь этим способом, да, и вам не жалко посоветовать что-то, подсказать мне, а я, соответственно, сниму ребятам совет, то отписывайтесь в комментариях, то каким способом пользуются, на какие пятна, на какие отметки, именно вот визуальные ориентиры, да, как вы ориентируетесь, какие методы используете. Ну, если вам не жалко, то расскажите. Вот. Ну, если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить тоже какой-нибудь следующий советик. Вступайте в группу, там у нас конкурсы в ближайшее время, я думаю, будут идти на фото-конкурсы интересные. Ну, в общем, заходите, все там узнаете. Все, с вами был Белокопатель, до новых встреч на канале. Всем пока!